Есть там факт, который все время хотят умалчивать, который безусловен, и рано или поздно он будет обсужден везде, и в ООН, и где угодно. То, что на Украине в связи с Януковичем был совершен госпереворот, было нарушено 12 статей Конституции, и была полностью опрокинута вся система правового устройства государства, это несомненный юридический факт. А спорить его невозможно. Можно, конечно, говорить так, вот вы показываете, комитюшит говорит, а что здесь показали, а я не знаю, что тут показали, а тут ничего не показали, а Украина там сама решает. Второе. Мы же не спрашиваем вас, пусть Украина решает, Украину обманули, народ долго обманывать невозможно. Всякие там товарищи приходят и уходят, а украинский народ остается, и мы уважаем его выбор. Вопрос заключается в том, что когда вдруг показали это лицо, как говорилось в одном японском фильме, покажи, покажи личико, то после этого как-то уже странно все это таким образом оценивать. И, наконец, последнее. Мы же говорим не только о президенте. Мы говорим о том, что криминальный беспредел, что язык беспредела, вот уже знает, что говорит с пранкерами. Говорит, на кол посажу, с собаками встречу. То есть все время язык бандеровской шпаны, а не язык людей, которые имеют право занимать место в элите, в элите европейского государства. И это беспощадно обнаруживают пранкеры. Кроме этого, хочу сказать, что то, что было сделано в связи с Крымом, это ситуация, когда двое представителей, абсолютно в это верю, видно по глазам, абсолютно нормального гражданского общества. Именно гражданского общества сделали то, за что даются высшие награды, в случае, если это пять лет работает большое управление. Они совершили нечто безупречное с моральной точки зрения и бесконечно ценное для государства. Да что на них изоляция. И, наконец, хочу добавить, что, как мне кажется, в 2011 или 2012 году именно эти товарищи меня разыгрывали, например, тоже. Они звонили мне от лица Ксении Собчак. Правильно все говорят? Ну что я на это сказал? Мне было ясно в первую минуту, если изображают с трудом женский голос, и эта женщина непрерывно, якобы Собчак, выражается сплошной ненормативной лексикой, то меня разыгрывают. Я и смеялся над этим розыгрышем. А чтобы главы государств, спецслужбы и все прочее вот так покупались, это значит ничего уже нет. Ни спецслужб, ни аппаратов. И, наконец, последнее. Лукашенко поступил правильно. Потому что, когда он это обнаружил и понял, что у него вместо государства дырка, полетели клочки по заколочкам. А всем остальным, как с гуся вода, никаких реакций, никакое чувство, что как же у нас-то так это могло произойти, так это же все, что угодно может произойти. Этого чувства нет, что обнаруживает абсолютное бессилие и несостоятельность системой.